Каждый год в Россию приезжают сотни тысяч иностранных студентов. Многие из них начинают готовиться к поступлению в высшие учебные заведения еще у себя на родине. И, конечно, сейчас век цифровых технологий и делать это гораздо проще. Одним из последних нововведений для абитуриентов стал цифровой подготовительный факультет. Это образовательная программа, которая была разработана в Российском университете Дружбы народов. С его помощью каждый абитуриент может из любой точки мира в режиме онлайн проверить свои знания, силы и подготовиться к учебному процессу. Подробнее о том, как устроен цифровой подготовительный факультет и почему популярно отечественное образование. На эти и другие вопросы сегодня в программе «В движении» ответят первые слушатели курса, а также декан факультета русского языка в РУДН Наталья Поморцева. Вы хотите получать высшее образование в России? Да, хочу. А почему такое решение? Ну, я половина русская. А вы вообще откуда, где вы живете? Я живу в Индии, в Кокуте. И я в 10 классе. А какой профессией хотите овладеть? Я хочу стать доктором. И правильно понимаю, что на цифровом подготовительном факультете вы проходите как раз тематический курс, связанный с медициной, наверное, да? Да. А какие предметы? Биология, химия и физку. Как вам нравится обучение? Да, очень-очень хорошо там. Моя преподавательница Ирина Владимировна очень доступно всё объясняет. И на платформе там есть задания, которые помогают наш словарный запас растить и практиковаться грамматики, которые мы изучаем в видеоуроках. А уже выбрали университет, в который будете поступать в Россию? Хочу в РУДН. В РУДН. Я поняла вас. Спасибо. Лука, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как вы узнали про цифровой подготовительный факультет? Моя жена искала в интернете. А вы изучаете русский язык для себя? Или, может быть, хотите образование получать в дальнейшем? Для себя и, конечно, и для работы. А кем вы работаете? В Италии, во Флоренции. Я работаю гидом. Сложно ли вам сейчас учиться? Мне нравится этот спикинг-клаб. У нас есть уроки три раза на неделю. И мы говорим вместе. И потом я могу использовать сайт университета. Лука, спасибо вам. Спасибо. Я желаю вам успехов. Овладеть русским языком. Да, я надеюсь. Окей, спасибо. Почему же так популярно отечественное образование? Кто к нам приезжает из других стран? На эти и другие вопросы сегодня ответит декан факультета русского языка в РУДН Наталья Поморцева. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Полина. Вот уже почти полгода функционирует ваша интернет-платформа. Во всю идет учебный год. Расскажите, сколько студентов уже принимают участие? Какие страны активнее всего подключаются? Прежде всего, хотелось бы сказать, что это не просто платформа. Цифровой подготовительный факультет – это младший брат нашего классического подготовительного факультета. Младший, потому что его всего полгода. Но, тем не менее, это не просто платформа, это не просто онлайн-курсы. Это полноценное обучение, где каждый человек проходит. И обучение на платформе цифровые уроки проходит, но в то же время встречается с преподавателем. И вот этот момент общения, когда ты не наедине с цифрами, с видео, с аудио. Есть еще и педагог, который сопровождает весь этот процесс. И, конечно же, это полноценный младший брат и осуществляет полноценную подготовку к поступлению в ВУЗы Российской Федерации. И проект только набирает обороты. И, конечно, на сегодня у нас около ста первых слушателей, которые являются нашими учениками, нашими слушателями и уже осваивают успешно программу подготовительного цифрового факультета. А какие страны принимают участие? На сегодня это 18 стран, представители из 18 стран мира. Но если сравнивать со всем университетом, Российским университетом дружбы народов, в которых на сегодня, которым обучаются практически представители 160 стран мира, 18, конечно, это еще первые шаги. Но, тем не менее, как я всегда говорю, что подготовительный факультет РУДН – это университет в миниатюре. И вот наш такой маленький мир уже есть и существует сегодня – это представители 18 стран. Но и удивительно, а может быть и неудивительно, но факт, но на сегодняшний день наибольшей популярностью цифровой подготовительный факультет пользуется в странах Латинской Америки. В рамках образовательной программы студенты прямо в обязательном порядке проходят курс о культуре России. Насколько мне известно, на этих занятиях они изучают традиции, историю нашего народа, отправляются в какие-то виртуальные туры по музеям, достопримечательностям, городам. Вот когда вы создавали этот курс, вы сразу понимали, что такой пласт обязательно должен присутствовать? Чем это решение было обусловлено? Мы хотим познакомить наших будущих студентов с Россией заранее, показать, насколько велика, насколько интересна наша страна, насколько глубокие ее традиции, исторические корни. Конечно же, это было сознательное решение для того, чтобы студенты цифрового подготовительного факультета, будучи у себя дома и в комфортной обстановке, проходя обучение, могли также знакомиться и с Россией, и с ее достопримечательностями. Но этот культурологический модуль – это не единственный компонент, который связан и с русским языком, и с культурой, и с историей Российской Федерации. Конечно же, мы в содержании таких предметов, как литература, история, даже в содержании обучения русскому языку, конечно, мы вплетаем вот эти сведения о культуре, об истории России, показываем, насколько тесная взаимосвязь между языком и культурой. И, конечно же, наши слушатели будут впитывать историю и наши российские традиции не только при прохождении, при изучении этого культурологического модуля, но и практически на каждом занятии. И, кроме того, мы стараемся, чтобы наши студенты именно цифрового подготовительного факультета, будучи у себя на родине, они в стенах нашего прекрасного университета, уже чувствовали себя частью нашей огромной студенческой многонациональной семьи. И поэтому мы также проводим для них и внеучебные, и внеаудиторные мероприятия, каждый из которых тоже связан и с жизнью нашего большого коллектива студенческого, и жизнью нашего университета, и жизнью, конечно, Российской Федерации, с ее праздниками. Мы, ну, совсем недавно был Новый год, и, конечно же, мы приглашали студентов из разных регионов мира на наши мероприятия, рассказывали им, как русские готовятся к встрече Нового года, какие у нас существуют семейные традиции. Поэтому, конечно же, очень важно, когда человек готовится к приезду в новую страну, чтобы он был информирован о том, какие у нас существуют порядки, правила и какие традиции ценны для нашего народа. И особое внимание, конечно, уделяется изучению русского языка. И, насколько я понимаю, все зависит от изначального уровня знаний абитуриента. Можете подробнее рассказать, как устроена эта программа по изучению русского языка? Конечно же, наша программа, программа цифрового подготовительного факультета, она рассчитана на силы каждого. То есть любой человек, который понимает и принимает для себя такую цель, я хочу получить высшее образование в Российской Федерации, даже если он не знает ни одного слова, ни одной буквы, конечно, он может успешно пройти эту программу. Потому что наша программа состоит из модулей и рассчитана на любого человека. То есть для тех, кто начинает с нуля и никогда не читал, не писал, не говорил ни одного слова по-русски, и для тех, кто уже имеет какой-то опыт, изучал, может быть, на курсах или был интерес в семье. И, конечно, для такой аудитории, для любой аудитории с любым уровнем знания русского языка рассчитана программа. Тем не менее, в курс обязательно интегрировано изучение научного стиля речи. И, конечно, абитуриент рано или поздно, когда поступит в ВУЗ, столкнется с написанием каких-то курсовых работ, научных. И все это требует определенных знаний и навыков. Мне кажется, что студентам с базовым уровнем даже знания русского языка это дается достаточно сложное изучение именно этого модуля. Конечно же, научные стили речи – это язык твоей будущей специальности, язык профессии. Но именно на нашем факультете, на подготовительном факультете РУДН существуют уже 60-летние традиции, методические традиции, которые позволяют обучать этому непростому стилю русского языка наших иностранных студентов. И поэтому мы знакомим в программе подготовительного факультета, не просто знакомим, у нас есть специальная программа, которая, если говорить о дипломной работе, наверное, еще рано, но готовит любого иностранного слушателя к комфортной учебе на первом курсе. Кстати, можно заглянуть на нашу цифровую платформу, и там есть промо-уроки. И вы можете познакомиться, любой может познакомиться с этими модулями и посмотреть, как устроены эти занятия. Я, конечно же, скажу, что именно в цифровом модуле, который часть, я сказала, что это занятия с преподавателем, занятия в цифровым модулем, там есть огромное количество аудио, такой виртуальный класс, где вы ощущаете присутствие преподавателя, который с вами занимается, есть видеозаписи, огромное количество аудиоматериала, есть интерактивные тренажеры, которые подскажут вам, на правильном пути или нет. Но еще также скажу, что у каждого нашего слушателя есть еще сопровождение тьютера, который 24 часа, 7 дней в неделю всегда на связи, готов помочь. Вот русский язык, это подается обязательному изучению в рамках цифрового подготовительного факультета. А какие есть еще дисциплины на выбор? В рамках программы слушатель может выбрать несколько дисциплин, но мы говорим, что в базовый курс подготовки входят обязательно три общеобразовательные дисциплины, которые нужны человеку, если он выбирает, например, конкретную специальность. Например, я хочу стать журналистом или филологом. Тогда три обязательные дисциплины – это литература, история, общество, знание. Или человек хочет стать будущим стоматологом. Тогда эти дисциплины обязательны будут химия, биология и физика. И таким образом формируются эти три обязательные дисциплины. Но любой человек, который захочет для себя прослушать, например, и понять, и освоить программу по литературе, или, например, по обществу, знанию, или даже по физике, будучи филологом, он может выбрать для себя модуль отдельный, дополнительный и пройти еще и его. Также в работе вместе с преподавателем, в сопровождении тьютера и проходя интересные интерактивные уроки на онлайн-платформе. Сколько длится обучение в рамках курса? Классическая программа рассчитана на 10 месяцев обучения. Но также на факультете предполагаются разные программы. Есть интенсивная программа на 6 месяцев. Есть также программы, которые можно проходить в течение двух лет. Надо сказать, что мы при составлении расписания учитываем все часовые пояса, все маршруты и расстояния, потому что сегодня наши ученики находятся в разных частях света. Это и Эквадор, это и Перу, это и Центральная Европа, это и Африка. И вот это интересное сочетание, интересная география, конечно же, она вся учитывается при составлении расписания. И если это школьники, конечно, занятия должны быть в комфортное время, которое не будет им мешать заканчивать свою школу. В то же время поставят им регулярные занятия по подготовке к поступлению в вузы Российской Федерации. То есть мы это учитываем. А есть ли уже сейчас какая-то статистика, какие профили выбирают битуриенты, будущие студенты? Ну, если мы говорим именно о цифровом подготовительном факультете, то есть это именно та подготовка, которую можно пройти у себя дома, не приезжая в Россию. На сегодняшний день у нас лидирует медико-биологический профиль. Как вы считаете, слушатели цифрового подготовительного факультета, они все-таки, наверное, нацелены в дальнейшем именно на поступление в РУДН, в ваш вуз? Ну, будем надеяться, конечно, для нас это была бы большая честь, потому что сейчас, когда мы и создавали цифровые подготовительные факультеты, когда мы сейчас обучаем наших ребят, конечно, ответственность на нас, мы чувствуем колоссальную ответственность для того, чтобы вот этот проект, который впервые масштабно стартовал именно в нашем университете, был успешным. Конечно, мы чувствуем колоссальную ответственность и надеемся, что будем гордиться нашими выпускниками. Конечно же, будем ждать их у себя в университете. И как можно присоединиться к вашему цифровому подготовительному факультету? Что для этого нужно сделать? Ну, можно найти в поисковике цифровой подготовительный факультет РУДН, это цифровая образовательная платформа Ланг-РУС, ну, можно просто написать цифровой подготовительный факультет РУДН, и можно на сайте уже ознакомиться с теми особенностями, с теми цифрами, которых мы сегодня с вами говорили во время беседы. Конечно же, можно посмотреть там пробные уроки, промо-уроки, и можно пройти пробный урок с преподавателем. То есть, по желанию, любой слушатель может взять пробный урок. Что же, я вам желаю успеха в будущих образовательных проектах, и пусть как можно больше абитуриентов интересуются именно нашим российским образованием. А я напоминаю, что сегодня в гостях у программы в движении была декан факультета русского языка РУДН Наталья Поморцева. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова